Знакомьтесь, это я, а это мой второй аккаунт Алина Светнайт, и сегодня я вам расскажу, почему на нем очень круто играть. Ребята, хотела бы вам показать клуб под названием Royal Dragons Inc. Там две главы, Фольга и Анита. Чтобы вступить к ним в клуб, у вас должна быть лошадь лепицанская, пинхорс и бельгийская полукровная. Перечисленная в дискорд сервере форма в черных и зеленых тонах, минимум два посещения тренировок в неделю, Дружелюбное общение с другими игроками и взаимное уважение. Уровень не ниже 12-го. Возраст от 13 лет и более. Их клуб находится на сервере Bloomberg Clouds. А если вас заинтересовал этот клуб, ссылочку на главу я оставлю в описании. Всем здорова, с вами меликий канал. Сегодня я хочу посвятить это видео моему второму аккаунту, рассказать, почему второй аккаунт очень круто иметь, когда у тебя есть уже довольно такой обширный основной аккаунт, и второй аккаунт, это ну просто бомба. Ребята, это видео будет выполнено в виде истории, то есть я буду рассказывать от начала создания аккаунта и до самого конца. И в конце я как раз таки сделаю заключение, почему на втором аккаунте играть ведь действительно круто. Но чтобы вам это понять, вам нужно посмотреть полностью видео. Алина Светная была создана 13 марта 2020 года. Да, ребята, именно в корону она была создана. Ну вообще, конечно, в 2020 году у меня не столько было много денег, чтобы, блин, купить еще второй аккаунт. То есть мало того, что я за Александру там 2500 заплатила, еще на Александру донатила, да, это был мой основной аккаунт, на котором я все покупки делала, все обзоры. А тут еще какой-то второй аккаунт, а нахрена он мне нужен вообще? Понимаете, я даже об этом не задумывалась. Сподвигла меня и воссоздать моя мама. Как это вообще было? В 2020 году, да и в 2021 тоже, и до 2020, даже в 2019, я очень много маме рассказывала про игру. Да и по сей день, конечно, я рассказываю. Она все у меня знает про игру. Все знают спередни про людей, все знают. Не суть важна. И я ей очень часто рассказывала, что, ну, типа, во массовые взломы, я вот в 2020 году, я в 2019 раньше в это верила, потому что мне было, ну, реально очень мало лет, я была малолеткой, которая верила во все. И я вот это маме рассказывала, типа, вот-вот-вот, типа, а если вот забанят, а вот баги я использовала, а если вот забанят. Маме вот это говорю, мама говорит, да ты, блин, что ты тупишь-то, всеешь, типа, создай второй аккаунт. Я говорю, мам, ну это же, типа, надо денег заплатить. Алина говорит, если ты потеряешь Александру, то как ты будешь дальше снимать? То есть, типа, создай второй аккаунт, это будет выгодно, это будет как подушка безопасности, так скажем. Ну, ладно, хорошо, да, я согласна, подушка безопасности. Но эту подушку безопасности надо качать. Кто ее будет качать? Я, я не буду, у меня времени в тот момент вообще не было. Вообще никакого времени у меня не было. Ладно, бог с этим, покупаю, короче, этот аккаунт. Выжидаю я, ребята, скидки. Раньше же скидки были на Старайдер. Купила я за 1750 рублей. То есть, я сразу создала Алину Светнайт и сразу купила на нее лайф. Все, на Алину Светнайт лайф. Все с 20-го года. У меня крутой аккаунт, даже не со Старайдером, а с лайфом. Да-да. Может быть, будет такой вопрос, я думаю, будет. Почему Алина Светнайт? Почему у тебя тут зовут Александра Глумфлауэр, а здесь у тебя Алина Светнайт? Объясню. Потому что Александра Глумфлауэр. Мне просто Александра имя, почему-то какой-то фетиш был раньше на это имя. Ну, это мои уже заскоки, ребята. Тут я решила создать нормальный аккаунт. Назвать себя Алиной. Ну, меня же Алина зовут. Пускай будто и Алина. А Светнайт, потому что короткая. То есть у меня Глумфлауэр бесила очень сильно, что он сильно длинный ник. Хотя мне моя Александра сильно нравится ник. Но на Алина Светнайт мне тоже нравится ник, потому что он короткий. То есть у меня, грубо говоря, аккаунт с длинным ником и с коротким. Я сильно хотела короткий ник. Я еще даже короче хотела сделать. Ну, что-то как-то заминулось. Можно было еще вообще аккаунт на английском назвать. Но я тупая, я не знала как. До девятого уровня я этот аккаунт, ребятки, прокачала. И потом я остановилась. Дальше я его не качала, потому что у меня времени не было. На девятом уровне было... Ой-ой-ой, там квестов было сколько. Я думала, да ну его нафиг. Забросила этот аккаунт на несколько месяцев. Но потом, что вы думаете, в двадцатом году я создаю клуб под названием Шаншилла Форест. Ну, я создала сначала же основной Шаншилла Форест. А потом я создала же второй клуб Шаншилла Форест Инк. И Алина Светнайт мне в этом помогла. То есть на нее пошел второй клуб. И она держала второй клуб. Но она была девятым уровнем, ребят. Это было максимально тупо, конечно. Да, это просто я, ребята. Вообще я такой человек, который пароли не дает никому. И я сказала, я никому не дам пароль. Никто мой аккаунт прокачивать не будет. Ну, ладно. Уступим. Мне просто было мало лет, и я была очень тупой. Ну, ребят, мы это упустим, правда. Блин, у меня этот аккаунт, наверное, несколько месяцев держал клуб. Вот этот Шаншилла Форест Инк. Пока мы его потом уже не распустили, этот клуб. И вот когда мы этот клуб распустили уже... Он, кстати, до сих пор, ребята, живой. То есть он на Алине Светнайт есть. Этот клуб его занять никто не может. То есть в любой момент я могу его восстановить. Но не суть важна. Тут у меня уже становится немножко побольше лет. Я такая... Так, Алина, давай что-нибудь с этой Алиной Светнайт сделаем. А там уже на момент, когда я уже наняла качеров все-таки, там уже было, ребятки, 6 тысяч старкоинцев. То есть я на дамагаунте вообще ничего не покупала. Не заходила на него, а старкоинцы-то, ребята, копились. Ну тут все, думаю, давай, Лена, не майкачера, похуй. Ну там взломают даже, ничего страшного. Не влекая потеря будет. Еще, кстати, войны у нас не было, имейте в виду. Я, короче... У меня девчонка такая в клубе была. Гусь. Кто-нибудь ее знает. Макс Дримхантер. Я знала, что она постоянно, постоянно играет в игру. Постоянно качается. Очень быстро качается. Она сказала, я свой аккаунт, Макс Дримхантер. Алина, говорит, прокачала очень быстро такая. Я долго думала, отдавать ей или нет аккаунт. Потом такая... Гусь, ну давай ты мне поможешь. Ты, типа, быстро же качаешь. Да, давай ты, пожалуйста, прокачаешь Алину Светнайт до, там, 19 уровня. Ну, это не выполняй, это не собираем. Там четкие указания у меня были, конечно, потому что Алина Светнайт это аккаунт, на котором я, как бы, хотела еще видео поснимать, ну, с прохождением. И все, она меня четко прокачала, как надо. Я даже за это ей деньги заплатила, потому что, ну, блин, как бы, типа, за халяву-то кто работать будет? И, типа, это будет как-то не очень с моей стороны не заплатить ребенку денег. Низкий поклон гусю, он меня не взломал. Он очень быстро прокачал аккаунт до 19 уровня. Вы даже не представляете, насколько быстро. Эта девочка, кстати, до сих пор сидит у меня в клубе. И какой получился прикол, ребята, сейчас расскажу, там угорать будете. Я, короче, она мне докачивает аккаунт. Я говорю, ну все, гусь, давай я тебе заплачу. Давай я тебе, ну, типа, лошадь куплю. Ну, задоначу, да? Я, прикиньте, ей, короче, на официальном сайте доначу. И на следующий день начинается война. Я думаю, капец, гусь, мы с тобой успели, конечно. Все, началась война. Донаты закрылись. Сидим сосем, ребята. В чем прикол-то? Все, донаты закрыты. Я, короче, полностью опять забиваю на Алину Светнай. Думала, 19 уровня, похрен. Забила, короче, на нее. Ой, что вы думаете, ребятки? Захожу я на нее вот как раз-таки буквально через годик. Вот как раз последние дни. Вот я сейчас записываю это видео. Совершенно недавно начала на ней играть. Захожу, а там 14 тысяч старкойнцев. Я думаю, охренеть. Зашла я на этот аккаунт, когда ребятки вышли липица. Ну, думаю, блин, 14 тысяч старкойнцев. Пойду Липа куплю. Купила, короче, Липа. Купила несколько одежки. Все, за ИСК, конечно, купила. Потому что за шею там было нереально покупать. Выкормила лошадей и начала играть на Алине. И что вы думаете, ребята? Мне уже так задолбало играть на Александре. Ну, я не говорю, конечно, что Александра отстойный аккаунт и так далее. Просто, ребят, на Александре выполнено абсолютно все под горло. Там нечего выполнять. Там задания все выполнены. Все собрано. А на Алине еще не все собрано. Не везде репутация прокачана. Лошадей там мало. Думаю, пойдем играть. И, короче, меня как на неделе две затянуло. Ну, там Липа-Сан же месяц назад вышел. На месяц, получается. И я давай на Алине играть. Давай задания выполнять. Причем там уже задания на 19 уровне. Уже прям интересные пошли. Я, короче, прикиньте, качнула 20 уровень. И у меня уже конец 20 уровня. Вот на данный момент я снимаю это видео на Алине Светнайт. И что вы думаете? Блин, на Алине реально прикольно играть. Я даже там купила по Софи на себе еще одну лошадь. Еще купила пинг-хорса. Я еще, скорее всего, буду покупать новых лошадей и новых мастей, которые выйдут уже вот-вот скоро. Пони куплю себе в Алисково обязательно на Алину Светнайт. Там 11 тысяч саркоинцев. Ребята, блин. Теперь я прихожу к определенному одному заключению. Почему? Ведь действительно выгодно иметь второй аккаунт. Что я вам это зря сейчас это все рассказываю? Нет. Мы пришли сейчас к выводу. К какому? К такому, что смотрите. На Аликсандре у меня 6500 старкоинцев. На Алине Светнайт 11000 старкоинцев. То есть, например, я могу пойти купить на Аликсандре лошадь. А потом, например, следующую лошадь купить на Алине. Это первый плюс, который я могу выделить. Второй плюс. Основной аккаунт. Вам надоело играть. Пошли на второй играть. Второй пошли качать. Третий самый прям основной, наверное, плюс. Это то, что действительно, если что-то случится с вашим аккаунтом основным, вы всегда можете пойти на втором играть. Это прям реально плюс, ребят. Еще выделить четвертый плюс. Ведь почему же я пошла вообще на Алину-то играть? Зачем я на нее зашла? Ребятки, да потому что мне на Аликсандре Глумфлауэр заблокировали чат. Аж на три дня. Я не могла отвечать своим подписчикам. Я такая думаю, да пойду на Алину играть. А на Алине-то чат не заблокали. Еще можно дофига выделить плюсов, иметь два аккаунта. Но это четыре самых основных, из-за чего именно я играю. Напишите, кстати, в комментариях, как вы думаете, выгодно ли иметь второй аккаунт или нет. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был миленький канал. Всем пока-пока. У меня, кстати, на канале вышло последнее видео, с чего меня выносит Старстейбл. Я там рассказывала про баги, про ошибки, которые разработчики уже, блин, годами, блин, не могут исправить. Обязательно посмотрите его.